Многоуважаемая... Нет, не так. Несравненная. Позвольте пригласить нас, то есть вас, на эту, как её, дискотеку. Сегодня вечером в 6.00. Товарищ Печкин, я свою корову на дискотеку не пущу. Вы ей все ноги отдавите. Вставай с меня, ваша корова! Я Маргариту Егоровну пригласить хочу. Сегодня ровно год, как она приехала к нам, простоквашина. А вот она! Шарик, я просила пляжное полотенце, а это банное. А какая разница? Маргарита Егоровна, позвольте... Не позволю. Я давно на жезлонге должна лежать, а я почему-то тут стою. Шарик, принесёшь полотенце на речку. Да побыстрее! Да, наша няня-дама непростая. К ней особый подход нужен. Какой поход? Я и так каждый день в походы хожу. Почтовые. Да не поход, а подход. Вам бы, товарищ Печкин, имидж сменить. Ещё чего! Сплюнь! Эх, чего не сделаешь ради Маргариты Егоровны. Ой! Эх, че! Эх! 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 Нет, всё-таки чего-то не хватает. Товарищ Печкин, а куда это вы такой модный? На дискотеку с Маргаритой Егорной. Вы что, танцевать умеете? Да я вальс-бастон лучше всех танцую. На сельском конкурсе первое место взял за танец с бандеролью. Ай, товарищ Печкин, так уже давно никто не танцует. Смотрите, как надо. Я так дергался, когда электрощиток с почтовым ящиком перепутал. Ничего не понимаете. В интернете сейчас все так танцуют. А вдруг наша няня тоже современные танцы любит? Ай, ладно. Инструкция к этому танцу имеется, а вы просто за мной повторяйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видишь, как его колбасит? Колбасит? Да, над речью тоже придется поработать. Дядя Печкин. Хи-хи. Печкин. Марго. Хватит, агреца. ГУ. Эээ Флок. Флэксить. Игорь Иваныч, вы хорошо себя чувствуете? Лучше, чем всегда. А всегда чики-пуки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А-а-ай-ай-ай-ай-ай. Так что, Маргареттия Игурна, пойдете со мной. Куда вам идти? Вам лежать надо. Стойте здесь, я замазью. Ох, отпустила. Погодите, Маргарита Егоровна отказала мне? Дядя Печкин, не сдавайтесь. Может, вам рыб зачитать? Или... А давайте, а давайте мы мигером украдём, а вы её потом спасёте. Или уши вам покрасим. Очень они у вас серые. Ни одной по ложке. Всё, с меня хватит. Если Марго со мной на дискотеку идти не хочет, то и не надо. То есть, это вы меня так на дискотеку приглашали, да? Ну, в общем, да. Ну, приглашайте. Только без этих ваших, вот этих вот. Маргарита Егоровна, позвольте. Позволяю. Идёмте уже танцевать, Игорь Иванович. Ой! Мои билеты! Спокойно! Я знаю, что делать. Игорь Иванович! Игорь Иванович! Мои билеты! После одиннадцати шуметь не положено. Девушки отдыхают. Раз, два, три. Шурман, шурман. Так держать, так держать. О, здрасьте, Печкин. Маргарита Егоровна, извольте получить новый роман с доставкой прямо до Шезлонга. А еще два билета на выставку марок. Игорь Иванович, какие марки? Я за культурную программу. Театр, музей, танцы. А стульями бросаться тоже входит в культурную программу? Обойдусь. Я без вашей культуры. Федор, я тобой очень недовольна. Я случайно, просто немного увлекся. Федя, говори быстрее. В общем, у нас в школе объявили баллы, и я хотел пригласить Олю. На балу стульями не бросаются. Стол был вместо партнера, и я переборщил с кружением. Это в уроке сказали, что в вальсе надо больше кружиться. Какие уроки, Федя? Перед тобой гуру вальса. Я тебя сама всему научу. Ох, Шарик, полосками чую, закружит она его без нас. Да уж. Чтобы освоить вальс, сперва нужно погрузиться в его атмосферу, задать настроение, почувствовать всю прелесть балла. Ага, общественное мероприятие. А оно у вас согласовано? Да, со мной. А вы, Игорь Иванович, или участвуйте, или не мешайте. А я наблюдать буду и фиксировать. Вдруг у вас что-то пойдет не по инструкции. Пункт первый. Ой, негативно настроенная публика. Первое, чему нужно научиться, реверанс. Это жест. Жест уважения к партнеру. Чем ниже реверанс, тем больше ваше уважение. В вальсе важна хорошая осанка. Она добавляет красоты и уверенности в движениях. Ай! Ай! Вальс – это плавное окружение. А чтобы у вас не закружилась голова, требуются тренировки. Как хорошо, что я остался. Получите штраф за мусор в неположенном месте. Маргарита Егоровна, вот мы-то ты приседали и кружились, но танцевать я так и не научился. А мне уже Олю приглашать пора. Так что ты ждешь? Звони. Но я же не научился танцевать вальс. Звони. Привет, Оля. Здравствуй, Федя. А я тут… это… ну, в общем, я хотел… это, я… у тебя что-то со связью. Ты зависаешь. Да на бал он тебя приглашает, на школьный. О, привет, Шарик. Я бы с радостью, только он вчера был. Как вчера? Я думал, в пятницу. Федя, в вальсе важно уметь вести своего партнера. Оля, я приглашаю тебя на бал в Простоквашино. Ура! Маргарита Егоровна, я не смогу станцевать. Федя, вот тебе мой последний урок. В вальсе важно доверять партнеру. Оля! Здравствуйте, Федор Павлович. Можно пригласить тебя на танец? Угу. Так-с, превышаем разрешенный уровень шума. Игорь Иванович, извольте пригласить даму на танец. Танец? А стульями больше кидаться не будете? Приветствую всех любителей футбола на трибунах и у кранов телевизоров. Сегодня нас ждет ожесточенная борьба. Назад и... Удар! Правый фланг! Гоу! Но это уже слишком. Никаких игр во время еды. Так я и не ел. А зря. Иногда надо потреблять культурную пищу. А-а-а! Ох, я обожаю балет. В детстве я мечтала стать балериной и выступать на большой сцене. Ну и почему же не стали? Экзамен по вредности не прошли. Не нашлось достойного педагога, который раскрыл бы мой талант. Вера Павловна, у тебя здорово получается. Кошачья грация. Ой, похоже, у нас теперь в доме две балерины. Ух! Ни одной. Но я это исправлю. Мечта Веры Павловны о балете должна исполниться. А Вера Павловна в курсе своей мечты? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Надо же! Как из такого милого ребенка выросла так... Какая замечательная женщина. Вера Павловна, ножку в сторону приставить плее. Хе-хе! Может, рано Вере Павловне балетом заниматься? Она и ходить-то еще не научилась. Потом будет поздно. Спинку держим. Ручку в сторону. Добрый день. Багалита Егоровна, не желаете ли отправиться на променад? Не желаю. У меня важная миссия. Тренирую будущую балерину. И надолго это? Балет. Это на всю жизнь. Я столько ждать не могу. Лучше тут останусь. Возьмете меня, ученики. Игорь Иванович, ну что с вами? В вашем возрасте не балетом, а скандинавской ходьбой нужно заниматься. Милая, носочек тяни выше. Вы бы лучше сами показали, как надо. В моем возрасте неприлично ногами махать. А вы тогда руками машите. Ну, сразу будете и балерина, и ветряная мельница. Что-то у нас тут много советчиков развелось. Педагог здесь я. А вы идите на рыбалку. Коровки рыбу не едят. Идем лучше сено на зиму запасать. У меня еще дел много. На почте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ножку встану, приставить. Вера Павловна, не время развлекаться. Чтобы мечта сбылась, нужно упорно трудиться. Спинку ровнее. А ну-ка тормозим. Куда поехали эти? На красной машине. Куда? 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 От мечты о балете еще никто не уезжал. Возьмите лучше меня в балет. Нет, меня. Что это такое? Бунт? Маргарита Егоровна, разрешите вас отвлечь. Игорь Иванович, где, то есть как? Вы неплохо танцуете для своего возраста. Возраст искусству не помеха. Попробуйте? Спасибо, Игорь Иванович. Вы помогли осуществить мою старую мечту. Мечты не стареют, Маргарита Ивановна. Вы правы. А о чем вы грезили, когда были маленьким? Ой-ой-ой. А велогонщику точно нужен штурман? Точно. Но если что, я еще космонавтом мечтал стать. Поехали. И все-таки лучше бы они мечту о космосе исполняли. Ну, и мы бы подольше отдохнули. Кстати, про отдых. Пойдемте чай пить. И футбол смотреть. Пойдемте чай пить. Мама? Папа? Что вы тут делаете? Дядя Федор, а мы хотели вам сюрприз сделать. Какой сюрприз? Новая машина? Это не наша машина. Это автоклуб. Как концертный зал. Только на колесах. Здесь наша мама выступать будет. Вы меня только по телевизору смотрите. А сегодня я сама к вам приехала. С концертом. Ой, как Вера Павловна обрадуется. И шарик с матроскиным тоже. Дядя Федор, только ничего им не говори. Пусть будет сюрприз. Мам, никто ничего не узнает. Обещаю. Смотрите, смотрите. Знаете, кто такие круги оставляет? Это пришельцы. Они сюда на своей этой такой тарелке прилетели. Шарик, ты еще скажи, что чайники летать умеют. Матроски. А вдруг и правда пришельцы. Вот именно. Они нас по этим знакам из самого космоса увидят. Прилетят, коров заберут и всю твою ферму в придачу. Ой, шарик, угомонись. Иди лучше валерьяны на рви. Там за коровником растет. Не надо. Я схожу. О, ты куда, шарик? Так вот же следы. А вдруг эти? Пришельцы. Шарик, я только что оттуда. Никого там нет. О, слыхал? Да это я кашляю. Что-то здесь не так. Дай-ка я пойду посмотрю. Смотри, пришельцы! Где? Где? Ну, как тебе? Прекрасно. Тут такой выбор фильмов. Может, комедию после концерта покажем? Ну, или книгу почитаем. Вот, например, Василиса Прекрасная. Здравствуйте, дядя Печкин. А мы вас за пришельца приняли. Я к вам в гости, а вы обзываться. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Да вы не обижайтесь. Мы здесь реальных пришельцев поймать пытаемся. Шарик, сколько раз тебе говорить? Нет никаких... Девушки отдыхают Я не могу сказать, почему просто нельзя Все ясно Дяди Федора уже обработали И теперь он с этими пришельцами заодно Вера Павловна, нет! Сюрприз! Мама! Здравствуйте, мои дорогие! Как же я соскучилась! Дядь Федор, ну что ж ты сразу не сказал, что родители приехали? Если бы я вам сказал, это был бы не сюрприз Шустрый привезет грузовичок В каждую деревню, город и село Даже в самый дальний уголок Книги, танцы, музыку, кино В мире столько разного Смотри, смотри Береги прекрасное, новое твори В мире столько разного Смотри, смотри Береги прекрасное, новое твори Новый мир откройте для себя Чудеса учитесь сами создавать Следуйте, куда зовет душа И талант не бойтесь раскрывать В мире столько разного Смотри, смотри, береги Прекрасное новое творить В мире столько разного Смотри, смотри, береги Прекрасное новое творить Пришельцы! Чур меня, чур! Шарик! Окно надо мыть, а не грязь по нему размазывать Да какая разница-то? Ах Надо бы нам заканчивать Папа и мама скоро будут А к их приезду все должно быть идеально Вот так лучше Маргарита Егоровна, по-моему, эту тарелку надо не тереть, а полировать Круговыми движениями А по-моему, кому-то полосатому физиономию надо отполировать Круговыми движениями Да-да-да-да Дядя Федор, неправильно ты швабру держишь Надо перпендикулярно Перпендикулярно чему Перпендикулярно чему Не понимаю, почему они обиделись Я же просто показал, как правильно Шарик, ты неправильно трёшь Да сколько ж можно Я лучше в лес за ёлкой схожу Матроскин С тобой убираться, всё равно, что с мамой по магазинам ходить Я с Шариком, ёлку выбирать Смотрите, кривую не принесите, как в прошлый раз Шарик, а лужу сам убирать будешь Чисто тут, чисто там, чисто Новый год Чисто тут, чисто нам, чисто повезёт Чтоб сбывались все мечты, стань адептом чистоты А если ты друг чистоты, сбудутся все мечты Шарик, снимай, как у нас всё украшено Привет, с вами дядя Фёдор из Простоквашино Сейчас приготовлю всё то, что люблю Элитными блюдами вас удивлю Вот стоит торт с ребёнком размером Икра из конфет, холодец из иглеров И супер сюрприз под этой укрышкой Салат оливье с мармеладными мишками На хлебе гуакамоле Сделаю всё, что понравится Оле Батон колбасы в процессе нарез Легко я сотру Майонез в занавеске Помою полы Протру телевизор Возможно, я завтра Стану актрисом Ну вот и окончена наша уборка Пожди, что наряжена праздник у ёлка Тесто тут, чисто там, чисто Новый Год Тесто тут, чисто нам, чисто повезёт Чистим, 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 чисто чисто там Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты Вот это да Можно я тоже лепту внесу? Лучше сиди-ка и ешь колбасу Давайте я всё-таки вам помогу Кто же Матроскин? Так держит метёлку Эй, аккуратней Не сбей нашу ёлку Да я украшу праздничный торт Где ты, а где торт? Не смеши-ка народ Да что же такое? Да что же мне делать? Послушайте это Мне всё надоело Не трогай салют Отдай мне хлопушку Сломаешь карниз Не так мою кружку А ну положи Даже не думай Матроскин, вставай Матроскин, вставай Ты чего, возле лужи спишь? Сплю? Нет, нет, я же убирался Точнее, пытался Но вы мне не разрешали А почему вы не поёте? Похоже, не слабо ваш котик головой ударился Вы не поёте! Это же новогоднее чудо! Обещаю больше никогда и никому замечания не делать Убирайтесь как хотите! Матроскин Ты лучше присядь Отдохни Мы уборку с вами закончим Ну, здравствуйте, мои дорогие! С наступающим! Мама! Папа! Как у вас хорошо Чисто Нарядно Только ёлка кривая какая-то Но я ведь говорил! Я говорил Первый-первый, я второй Разгребаю игрушечные трущобы Требуется подкрепление Да хватит тебе, матроскин! Чего ты так завёлся? Чего ты так завёлся? Папа! Папа! Почему это? Да потому что я тебе больше не доверяю! Да потому что я тебе больше не доверяю! Вот так! Хватит ругаться! Хватит ругаться! Давайте лучше доверие возвращать! Для этого даже специальные упражнения есть! Ну, если это бег или приседания, я пас! У меня от физкультуры лапы ломит и шерсть отваливается! Не бойся, матроскин! Бегать не придётся! Ты, шарик, падай назад, а я тебя поймаю! Легко! Оп! Ну как? И всё? Это и было упражнение? Ну да! Чувствуешь прилив доверия? Чую! Ох, чую! Хотя вот тебе, дядь Фёдор, я и раньше доверял! Отлично! А теперь ты, шарик, лови матроскина! Эй, дядя Фёдор, а давай меня тоже ты поймаешь! Нет, матроскин! Тебе нужно научиться доверять шарику! Может, я тогда ловить буду? Потому что падаю я как-то без особого желания! Зато с особым желанием ругаешься! А он по команде падать будет или? Ой! В первый раз доверие как-то мягче было! Шарик, ты в порядке? Матроскин, сосредоточься! Это же твой друг! Ну я-то думал, он по команде падать будет! Давай ещё раз попробуем! Готовы? Дядя Фёдор! А что, если я его сейчас поймаю, а он опять что-нибудь отчему... Матроскин, лови! Спасибо, дядь Фёдор! Отличное упражнение! Сразу ясно, кому точно доверять нельзя! Шарик, ты куда? А, у бобра поживу! Я ему больше доверяю, чем этому, который товарища поймать не может! Да ну! Главное, сам без команды падать начал, а я виноват! Давайте спокойно всё обсудим! Нечего мне с ним обсуждать! Подождите! Нужно ещё кое-что попробовать! Бывай! Мещанин! Ай! На помощь! Я под тележкой! Хотел вам ещё одно упражнение показать! Но она на меня грохнулась! Дядь Фёдор, держись! Мы сейчас! Матроскин! Давай, ты с той стороны берись, а я с этой! А что это я с той? Может, я тоже с этой хочу? Да какая разница? Тяни! Если бы кое-кто не собирался уходить, то дядя Фёдор бы под тележку не попал! Если бы кое-кто меня поймал, мы бы сейчас чай с бутербродами пили! А если бы кое-кто не испортил тележку, то никого бы и ловить не пришлось! А тебе и не пришлось! А вы можете потом ругаться! У меня очень ноги затекли, и кажется, воздух заканчивается! Нужно МЧС вызывать! Да вы сами справитесь! Я в вас верю! Так мы её не поднимем! Нужен... О! Рычаг! Давай, матроски! Раз, два, три! Опа! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй! Поймал! Спасибо, матроскин! Оно как-то само получилось! Я же говорил, что вместе вы справитесь! Не понял! А где дядя Фёдор? Здесь я! Смотрел, как у вас хорошо упражнение на доверие получилось! Так это было упражнение? Ага! Шарик, ну-ка помоги мне этого радио дядю поймать! Я ему волны-то подкручу! Хе-хе-хе! 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 Кажется, пора начинать упражнение по управлению гневом! Не понимаю, кому в голову пришла эта безумная идея построить тут дом? Не претендуя на объективность, дорогая, но кажется, это была ты! Да, мам, ты ещё и место сама выбрала! Допустим! Но я три года мечтала об идеальном доме! А тут всё ещё развалены! Помпеи! И бегают мыши! Это землеройка! Они же безобидные! Дорогая, у меня через неделю закончится проект по автоматизации систем исчисления, и я сразу же... Нет! Хватит! Никакого дома я больше не хочу! Ну, мам! Здесь так классно! А мне не классно! Помешались все на этом простоквашинах! Ну, мам! Никаких, ну, мам! Одичали тут совсем как Маугли деревенские! Спасибо, хоть на луну по ночам не воите! Всё, дядя Фёдор, собирайся! Мы возвращаемся в город! Так, ребята, не волнуйтесь, я это как-нибудь улажу! Дорогая! Думаешь, уладит? Не уверен! Надо самим действовать! Нужно маме дом построить, о котором она мечтала! Не, братцы, сегодня помочь точно не смогу! Хатку сорвало! Мне тут неделю воланнуться, не меньше! Ясно! А стройматериалов у тебя, случайно, нет? Есть немного! Но! Они на хатку уйдут! Извиняйте, братцы! Ладно, Бобёр! Извини, что отвлекли! Дорогая, давай остынем и всё обсудим! Чтобы остыть, сначала нагреться надо! А здесь лето короткое, как эсэмэски дяди Фёдора! И вообще, мне здесь не поётся! Ну, ты же сама видишь, детям здесь нравится! А мне хорошо! Там, где шезлонги в ряд, коктейли цвета заката и плюс двадцать семь! В тени! Вера Павловна, что там у тебя? В тени! Светлячок! Очень красиво! Дорогая, но мы же не можем так вот взять и переехать на море! Почему нет? Присмотрим летний домик! Спасибо за отличную мысль, дорогой! Пожалуйста, но... Всё-всё-всё! Купе забронировано! Ты не видел, где моя соломенная шляпка? Вообще-то я для навеса доски готовил! Но для друга всегда пожалуйста! Другу сейчас и лишние лапы не помешаю! Давай, Матроскин, помогай друзей! Что это ты, Шарик, раскомандовался? Хотя это я тебе зарплату кучу! А я для друзей всё бесплатно делаю! По доброй воле! Эх ты, растяпа! Это тоже по доброй воле сделал? Дневной ногой псу под хвост! А чего ты бидон на дороге поставил? Не видишь, я тут делом занимаюсь! Я здесь тоже не фонарики закручиваю! Не ссорьтесь! Надо дело делать! Времени мало! Ладно, друзья, отбой! Эх, досок маловато! И времени тоже! Мы хотя бы попробовали! Эх, дядя Фюдер! Уедешь ты теперь от нас на море! А когда вас в следующий раз ждать? Этим летом? Или уже в следующем? В следующем! Я дядю Фёдора в этом году в лагерь записала! Я в лагерь не поеду! Тебе понравится! Ну, всё! Прощай, Простоквашина! Подождите! Это... что за чудо? Это же светлячки! Они молоко пьют, которое шарик на доске пролил! Там за небоскрёбами В двух часах от города Встретит нас волшебная страна Нежности и радости полна! Приглашает в детство нас одна Когда беда совсем беда И мама с папой с тобой всегда Спит на подушке любимый мишка В руках ватрушка, в часах кукушка В жизни не найти на всё пути Место крашена, просто крашена Края на планете лучше нет Это наше детство с нами по соседству Это наше детство с нами по соседству Мимо дни и ночи Погоды всё короче Из календарей летит листва Если вера в чудо в нас жива Время есть всегда для волшебства А вы уверены, что наш чердак похож на мансарду в этом? В шале? А вы уверены, что наш чердак похож на мансарду в этом? В шале? Туристы и заживут И откуда в нашей деревне туристу взяться? Из объявления Дополнительный доход лишним не бывает К осени, глядишь, коровник модернизируем Для начала мою зарплату модернизируем Я требую прибавку за туризм И за вредность Простите, за нашу вредность или за вашу вредность? Ну, что я говорила? Вот и первый клиент И помните, клиент всегда прав И не забываем про улыбки Проходите, гости дорогие Здрасте, здрасте Это у вас с Массандру в шале отстают Печкин? Я и не знал, что туризм настолько внутренний бывает Прям соседский А зачем далеко ехать? Я ваше объявление в газете увидел и решил, что здесь отдохну На дороге сэкономлю О, вы сказочно мудрые, Игорь Иванович А что же вы стоите? Проходите, чемодана ставьте, консьерж подымет Ведь вы теперь отдыхающие Вот увидите наше гостеприимство На пять звездочек Да, тяжелые у вас звездочки Что хорошо, на курортах можно попробовать местную кухню Вы от меня бутерброд-то не закрывайте У вас в объявлении что сказано? Все включено Кстати, а как у вас тут с достопримечательностями? Что в опере дают? Где дикий пляж? Пляж там где и был, рядом с коровьим водопоем А опера у нас тут только Маргарита Егоровна поет Ну ничего, найду как развлечься Ну-ка, одолжите мне свой телефон с фотокамерой Хочу себе селфи сделать Чтоб себя вспомнить Можно, между прочим, в зеркало посмотреть Конечно, Игорь Иванович Пока у вас оплачено, все вещи здесь ваши Вот кто тебя, Матроскин, просил в объявлении приписать Дискотека в подарок Терпите теперь Да Дивее Ааааа Вы что такой грустны? У тебя же отпуск в родина В отпуске роман полагается Из-за романов у нас только Дюма Двадцать лет спустя называется Мне б сегодня, а то二十 лет спустя и вспомнить нечего будет О, Маргарита Егоровна, разрешите одинокому постояльцу помочь вам в домашних хлопках. Вы так добре, Игорь Иванович. Ну-ну-ну, поосторожнее. Простыню лучше всего складывать по инструкции. Платину-то зачем ломать-то? Игорь Иванович, а вы будете мне писать? Нет, я письма по адресу доставляю, а не пишу. Эх, электричество за три дня месячную норму нажег. Но в убытке не остались. Здравствуйте вам, давно не виделись. Какой вы загорелый, дядя Печкин. Хорошо отдохнули. О, шалема, сандра, романтика, спа, все как полагается. Вот вам охота и рыбалка, пожалуйста. Спасибо. Правду говоря, отпуск меняет людей. С соседями только не повезло. А, нет, не меняет. Вам занимательное скотоводство, вам раскраски. А вам писем нет. Зато есть рекордная квитанция. Можете оплатить прямо сейчас через мгновенный аппарат. Можете оплатить. Можете оплатить. Можете оплатить. Ну-ка, быстро верните ребёнка на землю. Да! Как это остановить? А ещё лучше сломать. Сейчас я его усилю. Прогрессивная вы всё-таки женщина. Маргарита Егоровна экстремальным скорбом увлекает. Я вот тоже по молодости о мотоцикле мечтал. Так, штуковину эту разобрать? Нет! А во что тогда Вера Павловна играть будет? Мальчик мой, вся жизнь игра. Вот вы сегодня играете в кашу и дневной сон. А я в тишину, покой и арт-терапию. А Вера Павловна играет в нарисуй свою мечту. И нарисованное у неё непременно сбудется. И вот ещё, где есть мотоцикл, нет меня. У нас на бочке такие детали пользу принесли бы. Ими клумбу можно украсить. А-а-а! А у нас теперь ржаветь будут из-за Мегеровны. Да! О! Дядя Пичкин, а давайте мы вам мотоцикл сделаем. А что, бывает почта морская, бывает авиационная, а у нас мотопочта будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ай, что это Мегеровны с утра не видать? Никто бутерброд изо рта не вытаскивает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А нам цветочки за сараем рисует. Нервы успокаивает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Магарита Егоровна, вам доставка мото-почта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай, дожить бы до выходных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша почта 7 дней в неделю работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, я приветствую услуги такой почты. Примите посылку, товарищ Печкин. Ну, скорее возвращайтесь и катайтесь здесь, туда, сюда... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иkelijk не может весцельно туда-сюда кататься! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, устами младенца глаголит истина. Берите новую высоту. Ой. Все, меня хватит. Давай, дядя Федор, еще чуть-чуть осталось. О, это вы, Маргарита Егоровна, вверх тамашками, или я? От вашего мотоцикла вся жизнь кверх тормашками. Ну, а теперь все снова по-старому будет. По-старому? Эх, это хорошо. От этой мотоскорости я совсем голову потерял. Такой темп нашей почте противопоказан. Игорь Иванович, пойдемте выпьем за это чаю. А детальки собрать. Да сделайте из них что-нибудь полезное. Какая теперь тишина в Простоквашино. Целебная. Того-того? Кто там? Ну, сейчас перекусим и за работу. Я коровам сено дам. Ты, шарик, с водой сходи, дров наколи, посуду помой. Дядя Федор уроки будет учить. Вот, все как всегда. А чего это с вами? Дверь открыть некому. Не пойму, отчего все вялые такие. Но ведь не больше семи дней в неделю работают. 15 налево. Сержава права. Ну и дела. Может, болезнь какая-то. Сонный вирус, ленивый грипп. Одно и то же каждый день. Вот и сил нет никаких. Лег, встал, Новый год. Ну, а что же делать? Корпоратив надо делать. Стол от вкусного ломится, столичная звезда поет за душевную песню. Раз в год праздник устроишь, а сил у работников на целый год. На целый год? Это меня устроит. Ну, так и быть. Будем делать этот ваш корпоратив. Нам всем сказочно повезло. Ведь звезда – это я. Да ладно. Какая же у вас звезда? Крупная. Столичная. А вот продемонстрируйте столичной гости богатство и вкус. Сделайте шоколадный фонтан. А мне что делать? А вы, Игорь Иванович, вредничать будете. А, это за всегда, пожалуйста. Ой. Дорогие друзья, этот год выдался непростым. Но следующий год тоже выдастся. А теперь конкурсы. Конкурс по упаковке посылок. В левом углу заслуженный и единственный в простоквашенном почтальон «Зядя Печкин». В правом углу – Вера Пауна и Тама-Тама. Начали! В нашем деле без инструкций никак. Регламент упаковки посылок и бандеролей в условиях сельской местности, в осенне-зимней... Тама-Тама! В конкурсе по скоростному доению побеждает «Маргарита Егоровна!» Настоящие звезды умеют все. С такими конкурсами дилетанты нас без работы оставят. Не забываем, что настоящий корпоратив состоит из звезды. И из еды. Вот! Вот это номер! Жарик, так ты не только лаяц, ты и готовить умеешь! Кулинарных видео насмотрелся. Ну, а теперь гвоздь программы. Я! Встречайте! Только сегодня, только для вас, поет несравненная. Ну, потому что никто не сравнивал. И неподражаемая. Потому что никто и не подражал. Анна, Белла, Коко, Рождественская. Наши таланты и ваши аплодисменты! Так, горячее до моего номера не есть. Кто там стучит в окошко? Скребется, словно кошка. Порожка заждался у порожка. Кто там? Кто там? Кто там? Как этот гость настойчивый стучится в среде ночи? Узнать хочу я очень. Кто там? Кто там? Я не мог подумать. Настоящая звезда. Столичная. Крупная. Как и обещали. А это Новый год нам стучится, стучится. О чем мы так мечтали, все случится, все случится. Да-да. А теперь изюминка корпоратива. Шоколадный фонтанирующий рукомойничек. Ну а теперь горячее! Горячее! Прекрасный корпоратив. Завтра вот такой же мне на почте организуйте. Горячее! 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 Берей!